всем доброе утро наши дорогие подписчики и зрители канала я сегодня вас приглашаю в новый выпуск он сегодня будет очень интересный потому что мы переезжаем а переезд как говорится хуже пожара ну и ладно мы это все дела любим мы переезжаем сегодня из анталии в аланию очень хочется посмотреть на аланию будет ряд выпусков с этого городка естественно вам будем показывать сейчас утро 8 утра и наша задача сейчас очень быстро собрать все вещи позавтракать найти трансфер и где-то в 12 дня сдать эту квартиру у нас конечно пока бардак все висит вот в таком вот состоянии моя техника у меня здесь между прочим для вас сейчас грузится выпуск и еще тут на сушилочки все вот это вот все нужно быстренько упаковать в наш багаж и отправляемся друзья путь мы решили вопрос с трансфером сейчас чуть позже покажу вам на чем мы поедем сколько будет стоить самое главное куда мы едем а я сейчас иду в магазин чтобы купить чемодан возможно куплю возможно и куплю сейчас чуть позже тоже как говорится узнаем потому что вы что-то пошопились плюс нам поломали ручку чемодан 1 ой 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 понятно ладно чемодан конечно сейчас необходим я тут видел и нескольких магазинчиков рядом что продаются чемоданы сейчас посмотрим возможно куплю я так и не нашел в общем никакой чемодан поэтому мы утрамбовались так как мы смогли у нас вот такая сумка это мы еще покупали когда из сочи переезжали я много раз показывал очень удобная а портфель естественно с техникой на желтый чемодан и вот этот чемодан который нам сломали напомню нам оторвали вот эту ручку и в самолете еще разломали эту штуку из-за того что мы пожопились купить чемодан когда мы шопились вот мы сейчас будем скорее всего мучиться с этим чемоданом но я надеюсь что все пройдет нормально нам учитывая что он только доехать в тачку так сказать забросить из тачки вытащить также значит остается еще моя техника тут еще сохраняется выпуске в принципе мы готовы и вещи которые лежат для миронечка на самом деле мы неважно где останавливаемся мы всегда прибираем квартиру вот собственно здесь все убрали пропылесосили чтобы приятно было уезжать и еще он сказал что вообще короче не придет он сказал что просто оставьте ключи здесь на кухонном столе и можете ехать мы оставляем ключи на кухонном столе и отправляемся друзья в путь вместе с вами пойдемте все хватает последний рюкзак с техникой обалдеть как неудобно вот путешествие когда нас коляска два рюкзака и два чемодана в нору вот эта штука вообще решили мы все делаем значит как он сказал просто все ключи оставляем сказал просто захлопнули мы начинаем путь дети всей на месте сейчас нам нужно быстренько осталось найти машину так еще как говорится съемки да немножко конечно история тяжеловатая вроде как говорят машина подъехала ехать мы друзья будем на mercedes vita вот он уже стоит красавчик вот на нем сейчас будем двигаться а куда мы будем двигаться я вам сейчас расскажу чуть-чуть прям попозже буквально сейчас погрузимся и все я вам все расскажу ну да . шикарная так эта тачка оказалась на наша наша вот стоит сейчас он сюда подъедет а я пока бегу перетащу все вещи сюда были ночи очень сложно очень мощно учитывая что когда две сумки лишние все и все как верится идет не по плану так ну что у нас закрылась дверь друзья мы едем шикарном mercedes vita где водитель нам уже сказал что у нас есть даже вай фай озеро парк значит у родюшки есть кресло у темочки нету не кричи мир он спит мы прекрасно расположились и за это конечно спасибо нашим друзьям кому мы собственно сейчас и выдвигаемся мы выехали ехать нам два часа здорово что в автомобиле есть вай фай мы сразу значит свяжемся с нами с нашими ребятами мы едем в аланию из анталии ехать нам примерно два часа но посмотрим как будут пробки но мы значит едем я думаю что вы помните а кто не смотрел обязательно посмотрите выпуски с этого года ну как получается того сезона когда мы в июне отдыхали на так называемой белой даче это я считаю что революция на нашем берегу в плане отдыха для семей такой подход вы пожалуй не увидите нигде и это не пятизвездочный отель это просто шикарно великолепные стилистические домики от белой дачи и эти ребята они приехали в турцию купили себе здесь значит одну квартиру одну застройки чуть позже я вам все это обязательно покажу познакомимся вас познакомлю с ними покажем где мы будем жить сделаем рум-тур покажу естественно дорогу блин такие горы начались великолепные и смысл заключается в том что они сейчас строится там большой жилой комплекс где они хотят сделать белую дачу только в турции куда вы сможете приезжать с детьми отдыхать и и кайфовать как и на белой дачи вот мы сейчас едем вроде как мы все хорошо и нормально мы уже как бы даже выдохнули попили воду но смысл заключается в том что путешествовать с детьми без машины безумно сложно во первых трансфер на его же нужно заказать все вещи нужно сразу спустить детей все куда-то бегут разбегаются это капец как сложно было бы машина я бы с утра бы встал спокойненько бы загрузил багажничек мы бы покушали никуда не привязываясь самое главное ко времени мы просто встали сели бы в тачку и поехали выдвинулись бы своим ходом вот мы сейчас путешествую машины конечно нам очень сильно не хватает а еще знаете что самое интересное то что по приезду нам нужно будет купить машину и если честно mercedes vita я тоже рассматриваю смотрю объявления так приглядываюсь и тут как бы так совпало что у нас трансфер это по моему него класс это по моему vita судя по тому как мне написали человек который занимается организацией все это дело и я скажу что это прикольная штука но я сказал ластники сразу если мы купим такую машину за роли у меня ездить не буду я хочу ездить здесь сзади и кайфовать от вот этих всех красот бары и подлокотнички кожа рожа вот это вот вся красота ну за там конечно уже прикольно это кстати да это точно это вида по панельки судя прикол конечно все это как тебе берем это мы проезжаем город серик что я обратил внимание здесь очень много продается коммерческого транспорта он какой-то типа промышленный что ли здесь очень много салонов и полно машин на прокат я вообще думал остановиться здесь тоже несколько дней ну посмотрим не вызывает по крайней мере это проезжая часть она не вызывает впечатлений наверное смотреть ближе к морю мы сделали остановку и двигаемся в туалет на заправке какие тут заправочки но наша цель это туалет да темка такая система чип и мы вошли у нас и пока остановились проснулся продюлька делаем перекус и выдвигаемся двери закрываются по ходу следующая станция уже азура парк что вот у нас и море оказалось едем прям вдоль берега берег пустой на море шторм о какая здесь классная набережная беседочки детские игровые но штормить песчаные пляжи такая стихия нам осталось ехать минут сорок и вот в конце пути проснулся родюлька ой родюлька мирочек родюлька его как всегда рад приветствовать да зайчики вот так вот с комфортом ездишься нотик да куда вы меня везете куда куда что вы меня везете у нас кстати начались очень много пятизвездочных отелей и по левую руку и по правую очень много кстати я по пути мы едем очень большое количество аутлетов ну то есть до торговых центров вот в таком вот стиле они все кстати однообразные как и ангелы сделаны скульптуры какие у нас стали открываться виды вау там еще вертолет летит вот это кайф такой островочек и на нем тоже флаг турции турки любят свой флаг флаг везде вообще повсюду вау кайф посмотрите какой красивый порт это кстати уже анталия алания я все путаю красотища бензинчик здесь 955 так для информации вау слушайте да виды здесь кардинально другие нежели например в анталии где мы жили на пляже лара не горы по шею какая красота посмотрите посмотрите как классно сколько пены сколько пены там море вот видите алания так как красная набережная да обратите внимание стоят качельки с навесиком алания вот такая площадь здесь куча флагов и сразу идет пляж плотная застройка но собственно все в стиле турции главное какой вид у них так все таки получилось мне вам показать отведите на высоте прям я люблю алания и там крепость видимо какая-то такое наверное туристическое местечко здорово я бы там пролетик на троне сделал я не могу вам это не показывать мы получается повернули на самую улицу такой живописную в алании где идет набережная тренажерчики площадки кафе и самое главное конечно море по ней мы сейчас будем ехать порядка 13 километров бывает смотреть как оно кушует сегодня там гора там тоже горы слушайте шикарнейшая набережная вообще потрясающая и заметьте я так люблю сравнивать сочи что вот у нас сочи просто на пляже везде застройка а здесь нет здесь идет дорога и набережная красивая солидная ухоженная с велосипедником гляньте как классно все сделано тепло люди в шортиках ну конечно нет знаете как кто в чем смотрите какой жикарный скейт-парк просто с видом на море катаешь и кайфуешь от этого вида ничего себе вот эта красота это видимо отеля white invite с креветкой так пункт такси морской конек да и не креветка пляжи пустые ну да сегодня ветер просто это кстати смотрите видели флаг турции голубой флаг и сегодня волны обалдеть сколько они метра 2 наверное высоту точно есть даже сейчас нелетная погода смотрите это пляж серферов вон идет серфер надеюсь вам его будет видно офиге да здесь катка конечно сто процентов клевая среди какие затяжные какой кайф и вот ауа кораблички и люди отдыхает видите в шортиках футболочках лето кто сказал что с 1 декабря не 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 у нас прекрасная погода первый денечек зимы в первый день зимы мы совершаем переезд бич новый какие волны серферы катают кстати это в гидрокостюмах значит здесь морю сейчас прохладно и в день это значит район кистель здесь морюшка с этой стороны посмотрите какие великолепные виды на горы и неважно куда у вас будет вид если вдруг вы будете здесь брать недвижку либо просто арендовать вид что влево что вправо он просто потрясающе гляньте какая гора какая красотища вперед и вот оно морюшко но в комментариях конечно напишите что вам больше заходит горы и море лично нам вот так вот что было с одной стороны горы за другой море я хочу напомнить что мы едем в район Махмутлар это можно сказать что это русский район там очень много русских и там скорее всего нам будет очень легко и на многих ребят на кого подписаны даже покажутся там очень много русских машин ну то есть с российскими номерами все это с вами посмотрим естественно в выпусках насколько там насколько там клёво мы вот уже повернули едем уже в районе Махмутлар немножко вам давайте покажу потом конечно следующих выпусках мы обязательно здесь погуляем все посмотрим как и что не асфальт а брусчаткой машину конечно колбасит застройка достаточно плотная но в принципе этому удивляться уже даже не нужно тут так постоянно дерево с какими-то светильниками апельсинчики вот палаточки с фруктами так может быть что-то по ценам увижу сразу скажу слышите из-за того что такая плотная застройка очень много тени прямо сплошная тень это вот прямо шутимо просто мы когда в анталии жили у нас там дома на районе были все двухэтажки трехэтажки здесь уже конечно все гораздо выше больше ну посмотрим посмотрите сколько бананов просто плантации тепличные а именно под солнцем слушайте здесь наверное кадры будут очумелые вообще так у нас уже открылась дверь мы подъехали и видимо мы будем жить вот в этом будет комплексе halo так вот человек встретил шикарный отъезды уже короче суету такую подняли но это на самом деле отчасти прикольная но вот идут наши уже ребята настика пока в машине потому что ветер сегодня долбит прикольный и вот идет эдуард цены ждут помните это помните точно все отлично здрасте здрасте спасибо здесь конечно вот это резкое прям отличие потому что здесь этот отельный сервис и все вот это вот я сейчас паспорт отдал они там сейчас будут сами все фиксировать а я вот сижу в детском кресле здесь в азура парк получается три корпуса и нам нужен другой а потом я пешочком вернусь за паспортами мирончик пойдем с тобой на азове на азове остались так ничего мы не забыли держи давай мне этот даме портфель мы так один шатали до 2 блок c вы слышите вот эти вот ништячки конечно типа водопады это конечно потрясаю потрясаю так оба вот кстати уже сказали что здесь ходят бесплатные автобусы до моря это конечно вообще великолепно доеду и думаю мы к морю пойдем листом подъездные группы вот так вот нам добро пожаловать в аланье и шикардосные лифты мы же эти вот так вот но мы на мы уже поняли что фейс дрейс контрол контроль посмотрите друзья какая красота ковры персидские ковры так я пока вообще не понимаю куда мы идем здесь так вот видите номера типа 047 но это не наше здесь ответе всего вечером будет светиться очень красиво так что мы прям сейчас залетаем как говорится у и сразу оба рум-тур так 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 да это как бы вот так вот квартира так давайте поступим следующим образом мы немножко сейчас выдохнем и я потом вам проведу рум-тур сразу проводят экскурсию басики слиты ну как бы сезон уже все понятно но мы более плотно потом сами пройдемся я все покажу расскажу кафе тут всяких на мамы ну все в стиле алани здесь именно так и любят ленточками даже перевязали на мостик даже не шагнешь короче есть детская комната но я потом покажу что мы с пацанами придем не давать вам сразу кулер видите вот так и тут шикарненько здесь есть няня здесь можно оставить своих детей то есть наших детей мы здесь наверное тормознем и и можно заниматься своими делами и режим работы с 10 30 до 12 и потом перерывчик и потом до пол шестого они могут здесь находиться смотрите здесь такая шикарнейшая терраса ну здесь то спущены уже фонтанчики были банановые поля это конечно все что-то нереально и раз жизнь это вижу и конечно я в восторге вид на море кайф и вот так вот разворачиваемся тут все горы горы конечно очень сильно похожи на крымские и вот тут вот в этом здании спа и прочее про сейчас зайдем вам сразу покажу много аквапарков летом здесь вообще просто роскошная вот они все корпуса и вот так вот выглядят и пойдемте во внутрь вот она вывеска spa and что-то там а вот что боулинг я что смог прочитать так ну что там боулинг вывесит завидаем то ведь из-за пандемии здесь боулинг закрыт лифт как тут роскошно ну вот где в россии вот такие вот лифте я не знаю да нам бы такие комплексы у вас бурасе был из араба когда вас есть немножко благодаря русским парням нет но все же классно этом спа вот я прошла грилл что очень много информации написано по-русски вот все указатели все на русском это спа попадая вот такой атмосферку это так чё это же бесплатно можешь ходить да сюда получается это все бесплатно запаха только массаж ага понятно спа можно все хамам турки хамам так ну понятно тут короче все можно прям заходить вон я вижу сауну и друзья тут можно заходить конечно сходим обязательно ладно на ночь сам кого-нибудь голых сфотографируем смотрите как все красиво светится это парилки раз парилка максимум два человека еще что-то тут есть и и сам хамам вау как тут жарит-то друзья слушайте ну да обязательно сходим я конечно в полном большом восторге от этих комплексов вы можете а да 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 я уже это показал как шик темновато конечно и да поможете заметить вот этот контраст про что я и говорил как-то уже выпуск что-то китайский вот пареньки работал а валики да так здесь есть прайс на массаж в лирах все указано ой красота какая до обстановочка такая великолепная ну и вот кабинка вот так вот заходишь и попадаешь на массаж в массажную комнату слушайте но очень круто вообще ну и по ценам когда я вам показал что сколько стоит кайф поднялись мы на второй этаж а это мы мы поднялись на первый этаж вот так вот смотрите бильярды стояли все более даже есть шары да и вот представьте вы приходите здесь развлекаетесь с видом на море на поля банановые здесь ресепшен так все тихенько сейчас конечно надеюсь это скоро все закончится туда люстры вообще нет слов и попадаем значит бассейн которым кстати не так много сейчас людей между прочим люди купаются он двойной детский взрослый но прикольный класс и здесь же слева тренажерный зал причем посмотрите какой огромный это не один там тренажер чудо стоит это много и всего лишь один человек занимается но и те люди которые любят тренажеры спорт я думаю заценят и самые интересные друзья это все совершенно бесплатно это входит в стоимость если вы арендуете а есть вы купите здесь квартиру это как бы вообще и вот вот это вот у вас все будет это просто просто так это мы сейчас от внизу мы на вот этом лифте да и получается поднимались вверх и сейчас тут на первом шикарно и все показать макет этого комплекса как вообще в принципе все выглядит обожаю такие штуки в миниатюре смотрите получается вокруг домов везде бассейны усажена парковочка вот кстати если еще пройтись по территории то значит есть смотрите теннисный корт волне по парке колесо обозрения даже есть существенную очень конечно здорово это так понимаю этот главный корпус куда мы подъезжали какой кайф здесь также есть прокат есть прокат автомобилей прокат магазин продуктов есть одежда ребенок плачет и в этом смысле сбивает и и и что-то еще хоть пустой помещение а это парикмахерская макерская мужская модельная стрижка 7 лир ну да дешево вообще доводность даже ведь маникюрчик можно сделать еще за копейки просто это кафе вот так вот выглядит здрасте конечно пустовато людей вообще нет я прям удивляюсь нифига себе обалдеть как все пусто но сезон конечно здесь просто о-го-го покажу вам сейчас температуру на улице если увидите вот 20 градусов сейчас но ветер ветер классно такое от миниатюрное кафе ну самое основное напитки чай кофе все есть пироженки выберется за встречу если это на белой даче будем как вариант я конечно не прям все вам показал что есть в комплексе но это мы в процессе выпусках обязательно вам все покажем нашу такую бытовуху именно в этом комплексе а сейчас вас приглашаю в рум-тур в рум-тур этой квартиры и в конце вам расскажу сколько стоит здесь вот это вот квартир ну примерно такая же один плюс один да кстати эта квартира один плюс один погнали и так это наша дверь ручки в стиле как дорого-дорого-богато здесь у нас есть выключатели свет это видимо глазок есть такая школочка чтобы закрыть и у нас значит смотрите вот такая сразу кухня сразу же входа раковина вода чайник плита ура не газ обычная индукционка есть значит вытяжка шкафчики здесь ну естественно есть посуда все такое первое необходимое здесь посудомойка палец придавил свет есть посудомой это обалдеть насенка ты будешь с посудомоечкой так соответственно есть плитка есть духовка и шкафчик есть микроволновка вот такие красивые светильники и очень-очень красивая столешница которая конечно мне нравится как она сделана здесь у нас шкаф зеркальный шкаф как он открывается а в сторону а вот это типа такой типа аля купе а вот нас никто его уже заняла и возле входа у нас сразу же вот такая ванная на полу плитка коврик смотрите как это все красиво смотрится зеркало привет привет так фонарики x все работает он сжигает еще вот такие подсветочки приятный туалет ну все аккуратно все красиво интересно хорошо душ так а какая здесь створка вот она вот так вот закрывается вот так вот отлично так и здесь стиральная машинка и естественно вот есть шкафчики и беленькие полотенчики так идем с вами дальше напоминаю квартира один плюс один это значит что вот такая вот одна студия есть большой диван который складывается 100 телевизор кстати телевизор здесь есть нтв я увидел то есть несколько русских каналов есть выход на балкон на балкон с часами пройдем в конце обязательно я вам его покажу и вот такая вот комната где одна кровать на полу по-прежнему плитка подсветка включается и здесь включаются еще вот эти вот плафончики давайте я включу покажу вот один соответственно большущий шкаф-купе где встроенный еще шкафчик есть утюг вешалочки так вот так вот откроем здесь куча белья и стоит пылесос ну и непосредственно тумбочки и конечно же сплит система здесь просто окно с видом на балкон а теперь давайте сами пойдем сходим на балкон так ну что выходим дверь такая купешная кстати очень классная не просто обычная да а именно стиль купе и мы выходим на балкон где очень тепло стоит столик стульчики он стеклянный что конечно очень круто и посмотрите какой у нас друзья шикарнейший вид на море класс тут соседи море и какие у нас шикарнейшие поля банан вообще кайф немножко кстати мы цепляем получается вид на горы большущий высоченный комплекс вид вниз ну конечно меня больше всего прикалывает это конечно будет замечательный вид и скорее всего закат закат будет как раз где-то вот сюда но это не точно сегодня мы конечно с вами это сидела проверим великолепно я никогда такой красоты вообще не видел класс сколько бананов в этом комплексе можно арендовать квартиру а можно вообще в этом комплексе ее купить так вот переводя на русские деньги вот такая вот квартирка 1 плюс 1 вот с таким вот шикарнейшим видом в среднем в среднем стоит 6 миллионов ну я считаю что это прям огненно если вы заинтересовались недвижимостью в турции то я в описании оставлю инстаграм и контакты ребят ребят юлии эдуарда саша который вот нас встречала они занимаются как раз непосредственно здесь недвижимостью и вас встретят покажут расскажут вот такой вот выпуск у нас сам получился я надеюсь вам зашел в следующих выпусках конечно мы будем показывать вам аланию многие просили спас снимайте недвижимость расскажите про недвижку так вот я сначала думал что не буду а в итоге с ребятами скооперировались и думаем ну как не буду значит буду почему бы нет почему бы не показать почему бы не рассказать ну и если кто-то хочет приобрести либо снять и делать это через надежных проверенных ребят наших знакомых хороших друзей в общем ссылочки я оставил в описании не забудьте подписаться обязательно на канал потому что следующие друзья выпуске будут и невероятно крутые я с вами прощаюсь увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике пока а